МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами на «Влиянии». Я предоставляю пастора Павла Распатнюка. Павел, приветствую тебя. Приветствую, Юрий и все зрители. Приветствуем вас. Я всегда научился говорить «добрый вечер», «доброй ночи». А с нами, то есть с тобой и со мной, у зрителей вечер и утро будет еще добрее, еще лучше будет. Почему? Потому что у нас в устах и в сердце Слово Божие. У нас молитвенные слова, и поэтому с этими молитвенными словами с этим словом мы, во-первых, будем приходить к Богу, а затем будем беседовать вместе с вами, друзья, о том, что есть в нас сердце, куда Бог, куда Дух Святой нас ведет в наших беседах, в наших речах. И по большому счету мы будем говорить о том, что тревожит также ваше сердце, многих, по крайней мере, из вас, чем наполнен ваш Дух. Ваше неравнодушие, оно ставит вас на колени, неравнодушие о происходящем мире, о состоянии народа, о состоянии страны, о состоянии церкви, о состоянии семей. Это неравнодушие, оно ставит вас на колени, обращаться к Богу. И, возможно, допускаю, наверное, на 90% мысль о том, что как ответ на вашу нужду мы как раз и появились у многих из вас на телеэкране. Поэтому спасибо, что вы остаетесь на импакте. Исайя, 41-го, знаменитая, 10-й стих, 41-я глава. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Для некоторых из вас, друзья, это как слово ободрение, это обетование, Слово Божие, и это к вам обращено. Когда я молился, думаю, Господи, это место, которое ты мне открыл, к чему и кому, и по какой причине. И как-то в духе я почувствовал, что я должен озвучить напоминанием, возбудить смысл того, что мы настолько ценны в очах Божьих, мы настолько дороги Ему, как христиане. Если говорить за евангельских христиан, рожденных свыше, мы знаем, что за нас была положена большая, огромная цена, которой нет цены. Это жизнь Иисуса Христа, это Его драгоценная кровь. Поэтому не бойся, ибо я с тобою. Кто-то из вас проходит сегодня особые катаклизмы, кто-то проходит болезнь. Пастор, на прошлой неделе, это шокирующая новость о том, что, оказывается, последние 12 лет очень много смертей белокожих американцев. Что интересно, что не чернокожих. Белокожих американцев резкий процент смертей возраста между 35 лет и 50 лет. Ну, это относительно молодой возраст. И ученые задались, медики задались вопросом, почему такой тренд, такой резкий всплеск за последние 12 лет молодого возраста смертей. Пока они разводят руками, они там делают какие-то исследования. И что интересно, что такого рода болезни, неожиданности и смерти, они встречают также детей божьих. Встречают детей божьих. Мы на прошлой неделе были у одного пастыря. Будем сегодня молиться. Внезапно его дочь, 30 с небольшим, обнаружили люкемию, рак крови. Исследовали всевозможными методами. Она чувствовала себя не очень хорошо. Все хорошо, все хорошо. Все показывает анализы безупречно идеально. А у нее люкемия. И мы будем молиться за вас также. Вы проходите как раз через процесс химотерапии. И поэтому вот это обетование, которое ободряет, настолько укрепляет, веру возжигает, что мы не одни. Если для людей, не знающих Господа, это катастрофа. Это глубокая депрессия. Это разочарование. Это мысли о самоубийстве. Тупик, безвыходность. Тупик – это яма. Отчаяние. Отчаяние глубокое. Так для нас, друзья, для нас есть надежда. Не бойся, ибо я Бог твой. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебе десницей правды моей. Не бойся, я Бог твой, не смущайся. И Господь говорит, я помогу тебе, я укреплю тебя, я поддержу тебя. То есть, это поистине, это сильные слова. Это сильные слова. Это утвердительная форма наклонения. Я это сделаю. Я это сделаю. Да, есть условия. Да, есть искренная вера. Да, есть наше доверие Богу. Да, есть служение Богу святому и истинному. Да, признание своей, знаете, своего ничтожества, признание своего бессилия. И это то, что Богу нравится. Когда Господь видит, что мы капитулируем со своим. Мы верили докторам. Мы доверялись лаирам. Мы уповали на медицину. Мы имеем полный стол медикаментов. И когда все это не работает, мы обращаемся к Господу. Мы говорим, Господи, ты единственная для нас надежда. Мы все испробовали, все перепробовали. И ничего не работает. Это как в Библии женщина, которая истратила все на врачей. И пришла, написано еще раз, в худшее состояние. И сказала сама в себе, хотя бы к краю одежды прикоснусь. Буду здоров. Не бойся. Слава Господь. Господь говорит снова в 13 стихе. Подтверждает то, что Он сказал в 10 стихе. Ибо я, Господь, Бог твой. Я держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе снова, не бойся. Я помогаю тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Это я сегодня буквально некоторое спечатал, то, что мы получили. У меня трое деток. Очень люблю Господа Иисуса. Это из Украины, кстати. Ольга. Уже долгое время болею. Повреждено легкое с рождения, из-за чего эта часть легкого не контролируется иммунитета. Врачи не знают. Вся надежда упована на Господа и Спасителя. Прошу помолиться о исцелении. С благодарностью, сестра Господи Юлия, Украина. Сегодня помолитесь за мой дом и за мужа. Филадельфия. Это Соединенные Штаты. Мы совершим молитву. Сестра Валя Степанчук. Мы стоим за вас в проломе. Мы стоим за вас в проломе. Нашли рак. В каком-то из штатов Америки, да, нашли рак. И детки, и прочие, и молодые детки, то есть детвора еще в семье. Мы стоим за вас. Мы стоим уже несколько недель. Я просто хочу еще сказать телеобъектив, призвать дорогие молитвенники и молитвенницы Валентина Степанчук. Мы молимся за эту сестру, которая проходит особые моменты в своей жизни. Поэтому важно, нам важно сверхъестественное вмешательство. И оно просто последует. Я на прошлой неделе получил такой трогательный звонок. Сестричка из какого-то штата в Чикаго. Чикаго или инойс, да. И она говорит, братюра, мы обращались к вам. И наша дочь совершенно здорова, совершенно исцелена. Она благодарила Господа. Я говорю, давайте вместе с вами соорудим этот жертвенник. Из живых камней. И на этом жертвеннике словословие, поклонение Господу. Слова благодарности Богу. Слова признательности за исцеление. Поэтому лучше умереть в болезни, но в живой вере, что Бог может меня исцелить. Чем всю жизнь прожить, прозябать в неверии. Аллилуйя. Я тебя слушаю. Слава Господу, пастор Юрий. Ты прочитал такие слова, которые вдохновляют доверяться Господу. Я думаю, друзья, что мы все проходим на этой земле, скорбно, и написано, что человек рождается на страдания, как искры устремляются вверх. Каждый человек рождается на страдания. Земля наша страдальная. И люди, грешники страдают, которые не знают Бога. Но и праведники иногда. Люди думают так, что если я служу Богу, то меня как-то все обойдет стороной. Нет. Проходим мы на земле, и написано много скорбей у праведника. Много. И болезнь, и рак. Мы не застрахованы от того, чтобы нас это не касалось. Но очень важно, друзья, чтобы мы понимали, что неверующие люди, они очень ограниченные. Они надеются на себя, на свою мудрость, на связи, как уже говорилось, на адвокатов, на врачей. Но христиане, у нас что-то большее есть. У нас что-то большее есть. Да, врачи очень могут помочь, операции делают. Вот в Америке медицина развитая. Но Бог открывает себя в Библию, в Слове Божьем и говорит, что я Бог-целитель твой. Я Бог, который исцелю твои болезни. Я исцелю твои недуги. Я Бог всемогущий. Сам Бог говорит, что Он есть такой всемогущий. И там, где врачи не могут, там, где врачи говорят, что все, конец. Бог говорит, я могу, я могу исцелить любую болезнь. Поэтому, дорогой друг, брат, сестра, кто слушает, кто смотрит эту программу, важно, чтобы вы укрепились упованием на Господа. Не надейтесь на себя, не надейтесь на врачей, но надейтесь на Господа всем своим сердцем. Он Бог, который сотворил небо и землю, который имеет всю силу, всю мудрость, все знания, все Он имеет для того, чтобы совершить чудо в нашей жизни. И Он хочет это. Он хочет, Он хочет вторгнуться в нашу жизнь. Но часто проблема, как уже пастор говорил, что среди верующих так же люди умирают, как и среди неверующих. И это не должно так быть. Да, ну ладно, неверующие у них, как бы сказать, ограниченная помощь. Врачи только, если медицина дала помощь, дала, а не дала, то и выхода нет. Но мы христиане, у нас есть Бог-целитель, если в нашей жизни не происходит божественное исцеление. Может быть, что-то нам надо как-то проверить свое хождение перед Богом. Может быть, у нас веры нет, может быть, мы не надеемся на Бога. Может быть, нас эти слова не вдохновляют. Мы думаем, это все там написано в Библии, это все не работает в моей жизни. Работает, друзья, читайте через всю Библию. От начала до конца здесь описывается жизнь людей, подобных нам людей, которые жили на земле, переносили скорби и страдания. Но молились, но уповали на Бога, не на человека, на Бога надеялись, взывали к Богу, просили у Него помощи, стояли у веры. Как бы ни было трудно, иногда кажется, что Бог молчит. Боже, где ты? Ну, месяц, два, три, как будто нет ответа, нету никаких чувств. И кажется, Боже. Сколько лет назад у Надежды диагностировали? Да, у моей жизни 9 лет назад. Представляешь? Да, позвонит мне с больницы и говорит, моя жена, у меня обнаружили рак, в кишечнике обнаружили. Я бы просто сказать, чуть не упал там. Да, приехал туда в госпиталь точно, врачи говорят, 99%, что это рак кишечника, опытный врач. И слава Богу. Какая твоя реакция была? Ну, с одной стороны, я не отказывался от помощи врачей. Да, мы даемся в руки врачей, но мы не надеемся на человека, мы надеемся на Бога. И я так своей жене говорил, и сам, и все это время, Господи, я занял такую позицию, что если так люди говорят, а может быть это воля Божия? Нет, не воля Божия. Воля Божия, чтобы Бог говорит, благословлю, долголетием нас ищу. Если мы будем служить Господу, исполнять Его заповеди, Бог говорит, что долголетие, это благословение праведника. Вот, зачем вам умирать не в свое время? Страх Господен прибавляет дней. Я понимаю, что мы на земле подвержены, и не обязательно нам что-то плохое сделать. Иногда люди говорят, что грех Бог наказывает. Но, друзья, я не думаю, что это такое часто бывает. Это может быть в редких случаях такое бывает. Но в основном даже по генам нам передается. Вот, я старше стою, меня врач спрашивает, у тебя кто-то давлением у кого-то был? У меня еще нормальное давление, оно уже подходит, как бы, к черте подходит. Я говорю, ну да, у папы было. Надо следить. Вот, есть вещи, которые передаются нам. Есть работы вредные, люди заболевают. Есть по генам передается. И когда человек старше стоит, оно выходит. То, что в молодости, организм молодой крепкий борется, а старший человек встает, и оно выходит наружу. И то же самое с моей женой. Это случилось. Конечно, трудно. Конечно, тяжело. Конечно, по-человечески кажется, все. Рак, это конец, это смерть. Рак и смерть, это всегда так кажется, что выхода нет. И ночью иногда и спать трудно было, да. Но я боролся с этим, как бы сказать, боролся с неверием, боролся с отчаянием, боролся с таким тупиком, безвыходностью. Я не давал этому мысли, не занимал эту сторону. Но я, вот как ты прочитал это место, я с тобой, я помогу тебе. Я находил места Писания, которые говорят о Божьем исцелении в Новом Совете, как Иисус был на земле. Он исцелял больных, к нему приходили люди, и он никому не говорил, надо волю узнать Божью, хочет Бог тебя изблить. Открывается воля Божия в Евангелии. Иисус Христос исцелял больных, всех исцелял. В этом есть Его воля, чтобы грехи простить и болезни исцелить. И я читал эти места Писания, повторял их часто, старался верить, укреплялся верой, молился за свою жену, ее вдохновлял. И уже, слава Богу, 9 лет прошло, и моя жена, нет у нее этого диагноза. Если бы вы увидели красивое, здоровое, крепкое, слава Богу. Жив Господь. Жив Господь, да, но Бог есть, Бог действует. Но важно не сомневаться. Вот дьявол хочет привести нас в состояние отчаяния, безвыходности, тупика. Все, все, вот где Бог? Все тихо, Бог молчит, ты молишься, как Ио уже, нахуй. Прокляни Бога, где Бог, посмотри, что с тобой происходит. Да, и праведники проходят в долине плача. Иногда трудно. Да, люди говорят, Бог наказывает. Люди всегда, как друзья Иова говорят. Но они неверно говорят. Он праведный святой человек, непорочный, ходил перед Богом. Но страшное постигло. Сатана, написано, пришел. И имущество, и здоровье сидит на пепле, скоблит черепицу, эту болезнь свою, эту проказу, которую сатана поразил его. Но он не поколебался. Он, написано, благословил Бога. Благословил. Он не мог понять, почему с ним это произошло. Но произошло, сатана коснулся. И он слова веры. В 21 главе он высказал слова веры. Мои глаза увидят Господа. Я знаю, что Искупитель мой жив. И мои собственные глаза увидят Господа. О, слава Господу, друзья. Как важно. И в конце, мы видим же там 42 главе книги его. Бог говорит, они, друзья твои, неверно говорили. Они помрачали провидение. Да, друзья сразу. Бог наказывает это. Бог тебя попустил. Ты неправильно ходишь перед Богом. Но он праведный человек был. И постигло его такое. Но Бог явил исцеление. Да, была эта долина. Казалось, Боже, где ты? Боже, ты молчишь. Мои обстоятельства ухудшаются. Но пришло время, когда явилась Божья сила. Явилась Божья слава. Все изменилось. Бог восстановил все в жизни его. То же самое и в вашей жизни, друзья. Как важно, чтобы вы посреди скорби, посреди страданий. Что бы вы ни проходили. Как бы вам трудно не было. Вам кажется, что Бог молчит. Вы, может быть, не чувствуете, потому что враг обстоятельства. И нам это и на чувства давит на наши чувства. Эмоции наши. Иногда подавленность одолевает нас. Но важно бороться с этим. Воспрянуть. Уповать на Господа. Молиться к Господу. Славить Господа. Благословлять Его имя. Жив мой Бог. Он поможет. Он избавит. Как мы прочитали здесь. Не бойся, Господь говорит. Я с тобой. Говорит самому. Даже то, что мы читаем. Свои уши. Говорит Слово Божие. Стоять уверен. Не сомневаться, друзья. И рано или поздно мы увидим Божью славу. И плюс к этому. Если бы мы были одни. Если бы ты был один. А я вспоминаю нашу историю. 20 лет назад. Моей жене также диагнозировали смертельный диагноз. Конечно. И мы сегодня приземлились в аэропорту города Сакраменто. 20 лет спустя. 20 лет спустя. И славим Господа. И служение вместе. То есть, если бы мы с тобой были одни. Друзья, если бы вы были одни. Но на вашей стороне церковь. На вашей стороне родственников. Как важно друзья. Как важно сослужители. Как важно пастыри. Когда есть поддержка. Когда есть суппорт. То есть, вы не одни сегодня. Вы не где-то на безбрежном острове необитаемом. Целая армия небожителей. Она работает на исцеление. На восстановление. Может быть не болезнь. А может быть дьявол. Уже накуролесил в жизни. В судьбе такое. Что диву даешься. Откуда оно могло взяться. Да. Дети наркоманы. Дочеря тоже неизвестно чем занимаются. То есть, кто-то присылал буквально на днях. Молитесь за мужа. Потому что очень тяжелое положение. В Украине. В основном в Украине. Что меня удивляет. Что в Украине. В основном. Это мужи алкоголики. Это даже не болезнь. Нужда. Которую мы получили. Даже не болезнь. Хотя это так же. Не финансовые трудности. А это алкоголики и наркоманы. У нас культурная семья. Кто-то мне написал. У нас была очень культурная семья. Мы воспитаны были в хороших традициях коммунистического прошлого. И дети стали наркоманами. Как один. По-моему трое детей. Трое сыновей. Друзья. То есть. И другим словом. То что вы выражаете свою нужду. То что вы высказываете свою боль. То что вы обращаетесь за помощью. Это очень правильно. Богу это очень нравится. Почему? Потому что. Вот это важно. Важно это круговая защита. Она очень важна. Защита церкви. Это защита церкви. Это защита родства. Это защита друзей. Очень правильно иметь правильных друзей. Правильных друзей. Правильных друзей. Потому что есть друзья, которые не помогают. Совершенно. А наоборот. Страх, неверие. Какие-то там пророчества. Что-то начинают говорить. И загоняют человека в тупик. Поэтому важно окружить себя правильными друзьями. Которые правильные слова вам говорят. Позвонила мне Ольга Донец несколько недель назад. Она просмотрела программу с Нелли Мертес. Когда Нелли у нас была в эфире. Нелли Мертес. И рассказывала о том исцелении, которое Бог дал ей. Тоже тяжелое смертельное заболевание. Диагнозирование врачей. И она получила полное исцеление. И Ольга мне позвонила. И она говорит. Я смотрел эту передачу. Я так ухватилась за это. Мне говорят. Друзья говорят. Да это там где-то или по нашей линии было. Смертельная раковая болезнь. Диагнозировали так же. И может ты знаешь. Может и нет. Но говорит. Я так ухватилась за это слово. Что я получу исцеление. Я говорю. Ольга. Мы тебя еще будем видеть на земле живых. Во имя Иисуса Христа. Прими это слово. Мы так беседовали с ней. Я получил репорт. Буквально после этого прошло 10 дней. И она присылает мне смс. Такая восторженная. Полностью все ушло. Ничего не нашли. И она славит Господа. Она благодарит Господа. Ничего не нашли. И очень важно. Как ты говоришь. Иметь правильных друзей. Если будут охать и ахать. Если будут разводить руками. Если будут ссылаться на то. Что бабушка умерла. Дедушка умер. И там прабабушка тоже от этой болезни скончалась. Это худо. Но находить тех верных друзей. Верных служителей. Которые полны слова. Которые полны слова. И написано слово. Боже да вселяется вас много. Вот если. Обильно. Да. Обильно это много. Слова должно быть много. Чем больше слова. Тем меньше болезни. Аллилуйя. Друзья. Это важный секрет. Когда трудно. Всякого рода. Семейные ситуации. Финансовые. Драмы семейные. Вот как царь Давид. Я как-то в последнее время размышлял. Божий человек. Читайте псалмы. Как Бог был с ним. Что Бог делал в его жизни. Книги царств. Очень сказать. Человек по сердцу Божьему был. Но что он проходил. Посмотрите в его семье. Что творилось. А между детьми. Друзья. Мы на земле живем. Мы где-то ошибаемся. Всякие ситуации бывают в нашей жизни. Но как важно посреди всего этого, среди всех этих трудностей, не сломаться. Уповать на Господа. Господь есть человеколюбивый. Господь милосердный. Он прощает. Он помилует. Он поможет с раскаянным сердцем проходить к Богу. И наполняться Божьим словом. Божьими обетованиями. Потому что обстоятельства нам одно говорят. Врачи одно говорят. То, что мы видим. То, что мы слышим. То, что мы чувствуем. Но написано. Не хлебом одним будет жить человек. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. В Слове Божьем. В обетованиях Божьих. Есть сила. Есть жизнь. Есть спасение. От этого проходит вера. От Слова Божьего. И когда мы читаем такие места, как ты прочитал, пастор Юрий. Из 41 главы книги пророка Исаия. Много других мест. На разные ситуации. Насчет болезней. Насчет финансовых ситуаций. Насчет семейных обстоятельств. Здесь разные обетования Божьи по нашим обстоятельствам. И как важно знать эти места Писания. Запоминать. Читать. Обильно наполняться Словом Божьим. И от этого будет вера приходить. Мы будем жить Божьим Словом. Ни что я чувствую. Ни что я вижу своими глазами вокруг себя. Ни что мне врачи говорят. Что Бог говорит. Что Его Слово говорит. Что Он Бог. Который говорит, я с тобой. А я же не чувствую. Он говорит, я с тобой. Я верю, что Он Слово. Да, может даже ухудшаться. Как в жизни Ио было. Ухудшается все. Все хуже стает. Но Бог со мной. И вот посреди безвыходной ситуации. Благословлять Бога. Он со мной. Он держит меня за правую руку. А я не чувствую. Где Его рука? Он так говорит в Слове своем. И я верю этому. Укрепляюсь упованием на Господа. Я стою в вере. И ни день, ни два. А может быть год. А может быть год. И ситуации с детьми. Вот как ты сказал. Наркоманы, дети. Иногда нужно много времени. Я недавно услышал свидетельство. Одна сестра говорила, что мои родственники неверующие. И дети неверующие. Говорит. Но я много лет уже я молюсь. Я исповедую, что мои дети спасутся. Стараюсь служить Господу. Освящаюсь. Вести жизнь угодную перед Богом. И говорит. Недавно что-то такое произошло. Один мой сын покаялся. Другой показывает. Как посыпалось. Родственники каяться начались. Но много лет как будто все тихо было. Но Бог он действовал. Бог за кулисами. Там где мы не видим. В обстоятельствах жизни этих детей. В их судьбах. Бог действует. Но важно было все это время. Ей стоять в вере. То же самое и для вас. Даже если год. Даже если пять лет. Абраам ждал сколько написано. Больше двадцати лет. Бог молчит. Сказал, что сына даст. Даст. А не дает. Я старею. Написано. Пробил тверд в вере. Не поколебался. Не смотрел на свое тело омертвелое. Утро Басарина омертвело уже. Нет. Они верили, что Бог сильный. Бог всемогущий. И пришло время. Божья сила пришла. Слава Господу. Мы сейчас встанем на ноги, пастор. Пришло время для молитвы. Ты так здорово говорил. Я же так сам ободрился. Действительно, друзья, видите, что делает Слово Божие. Ничто в мире в этом. То есть нет ничего в этом мире, что имело бы такой мощный динамит. Мощный динамит. Мощную силу, как это имеет Слово Божие. Но это Слово, оно не просто как сирота. Оно подкрепляемо. Оно усиляемо. Оно утверждаемо. Оно подтверждаемо. Аллилуйя. Духом Святым. Оно подтверждаемо. Оно усиляемо Духом Святым. Это не просто Слово человеческое. Это Слово Божие. Это Слово, за которым стоит сам Бог. Не человек. А если Бог стоит за этим Словом, с Богом мы им, говорит Давид, восхожу на стены. С Богом мы поражаем войско. Поражаю войско. Действительно, это мы делаем с Богом. И воинствование наше, это не плотские. Апостол Павел говорит, оружие воинствования нашего не плотские. Но сильное Духом на разрушение твердыни. Это оружие и есть Слово Божие. Это Слово Божие. Это медь, обоюдом острый, который разрушает. Поэтому мы встанем на ноги. Мы совершим молитву. Мы будем молиться, друзья. Мы соединимся вместе с вами, молитвенники, где наши камеры. Наверное, вот это, да? Мы соединимся просто как одна семья, как одно целое. В разных штатах Америки, в разных странах. Но мы семья. Главой этой семьи является Иисус Христос. Мы с вами не сироты и не вдовы. Аллилуйя. Мы наполнены благодатью Духа Святого. Здесь помазание присутствует. Здесь Слово Его. И нет никаких преград во имя Иисуса Христа. Нет никаких расстояний. Это Слово, оно достигает самых удаленных, отдаленных, самых потаенных и комнат, и уголков, и штатов, и селений, и стран, и континентов. Во имя Иисуса Христа. Прими это обетование. Стой в вере. Стой в вере до конца, до победы. И победа на пути. Победа на пути. Почему? Потому что этой победой является Иисус Христос. Он просто на твоей стороне Духом Святым там, где ты есть. Поэтому, пастор, мы соединимся в молитве и будем молиться. Господи, мы благодарим тебя за это чудесное время. Чудесное время твоих обетований. А твои обетования, они продолжают действовать. Твоё Слово продолжает действовать. До тех пор, до каких это Слово среди народов, на земле. До тех пор, до каких Дух Святой на земле. Это Слово будет действовать. Это Слово влиятельное. Это Слово авторитетное. И мы действуем этим авторитетом твоего Слова. Господь, мы не от себя это делаем. Мы не своё демонстрируем. Но мы применяем и упражняем то Евангелие, которое ты оставил на этой земле для Церкви последних дней. Поэтому, если Слово Твоё говорит, слабый скажет, я силён, а бедный скажет, я богат. Господи, мы говорим это, мы говорим это, мы исповедуем это, и мы провозглашаем духовные атмосферы. Господи, что приходит исцеление. Исцели, Господи, сегодня больных. Боже, исцели, во имя Иисуса. Господи, Твоё святое, божественное прикосновение. Господи, пусть сделает чудо. Кто в ожидании чуда, пусть придёт это чудо, Господь. Кто, может, списал себя со счетов, кого врачи списали со счетов, дали смертельный пагубный диагноз. Господи, сегодня перечеркни этот диагноз. С силой Твоего Слова, прикосновением Твоего Духа. Во имя Иисуса Христа. Мы стоим в проломе за братиков и за сестричек. За молодых, за пожилых, за преклонных, за детей. Господи, исцели, исцели. Имена, которых мы сегодня именовали, имена, которых Ты знаешь, которые в потаённых комнатах сегодня просят Тебя. Кто-то коленопреклонённо сегодня вопиёт к Тебе. Господи, мы как церковь, Боже, мы как Твои служители, на которых пребывает помазание. Господи, мы используем снова и снова авторитет Твоего Слова. Да будут разрушены всякие планы сатаны. Да будут разрушены всякие планы дьявола. Господи, пусть придёт исцеление в тело, исцеление желудка, исцеление пищеводного тракта, исцеление гортани, исцеление позвоночника, исцеление в голове, исцеление ушной болезни. Во имя Иисуса Христа. Господи, там, где сатана может быть связал, кто-то парализован. Боже, пусть силой Духа Святого придёт это чудо прикосновения с неба. Пусть, Господи, действительно, пусть сегодня откроются уста для славословия. Пусть будет свидетельство о том, что Ты отвечаешь на молитвы, что Ты не молчишь. И мы верим и благодарим Тебя, Господь, что мы не обращаемся к истукану. Но Ты Бог, Богов и Царь Царей и Господь всех господствующих. Мы радуемся, Господь, что Ты сегодня говоришь каждому из нас, дорогие друзья, все, кто смотрите, присоединяйтесь к молитве. Бог вам говорит сейчас, что я с Тобою, я держу Тебя за правую руку, я помогу Тебя, я избавлю Тебя, я переменю Твои обстоятельства, я удалю эту силу угнетающую, вот может быть, чувство угнетения. Я чувствую, что есть люди, которые эмоционально страдают от страха, от переживания, давления, внутренние всякие. Боже, во имя Иисуса Христа, пусть придет освобождение, пусть всякая тьма, подавление вражеское, дьявольское удается. Во имя Иисуса мы наступаем на всякую вражескую силу. Болезни исцеляются, восстановление приходит, свет Божий приходит, спасение Божие приходит. Слава Тебе, Господь, что Ты великий Бог, творящий чудеса, творящий невозможное, тем человеку невозможно, Тебе все возможно, для Тебя нет ничего невозможного, Господь. Я вид Твою славу, Господь, те, кто страдает, те, кому трудно, Господь, пошли Твое избавление, я вид Твою силу, я вид Твою славу, укрепи, Господь. Может быть, кто-то ослабел уже в вере, нет силы дальше идти, Господь, Боже, Ты Бог, Который поддерживал славы, Которые падают уже, Господь, восстанови их, подними, Господь, чтобы они воспрянутся, чтобы они подняли взоры к Богу и начали укрепляться верой, любованием на Бога, чтобы Бог мой живой, Бог мой сильный, Он со мною, Он не оставит меня, Он не покинет меня, Он изменит ситуацию, Он спасет моих детей, спасет моего мужа, мою жену. Даст мне покаяние, Господь, Боже, в семье, где мира нет, кажется, все, Он не поменяется, она не поменяется, Господи, но Ты говоришь, что поменяется, потому что я Бог, Аллилуйя, слава тебе, пусть придет мир, восстановление, спасение в семье, пусть измученные выйдут на свободу, да откроются двери темниц, Господи, в жизни все, кто уповает на Тебя, мы не оставим в Тебя, потому что уповаем на Бога живого, Отца нашего небесного, но который добрый и милосердный с нами в скорбях наших. Аллилуйя. Слава тебе, Господи. Аминь. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Друзья, начнем благодарить Господа прямо сейчас. Начните славить Господа. Мы здесь в прямом эфире. Вы там у ваших телеэкранов. Даже вашу потаенную комнату, даже вашу, может быть, скрытую горницу, где вы находитесь, там ее видит Господь. Тебя видит Господь склонен у твоей кровати, сидящим на твоем диване. Тебя видит Господь у твоего книжного столика, может, в гостиничном номере, на твоем кухонном месте. Бог тебя видит там, где ты есть и в чем ты есть. Богу не надо рассказывать, какой ты добрый или какой ты плохой. Господь видит тебя насквозь. Поэтому просто приди к Нему прямо сейчас и просто начни славить Его, начни благодарить Его. Скажи, Господи, я благодарю тебя, что ты услышал мою молитву. И просто ухватитесь за это обетование, за это слово, которое вы слышали. Ухватитесь как за надежду, как это якорь безопасный, за завесой. За завесой. И поэтому ухватитесь и стойте в этом. Простирайтесь в этом. Продвигайтесь в этом. Побеждайте в этом. Противостайте дьяволу. Твердо и верно пишется, и убежит. Не просто уйдет, но убежит от вас. Слава. И это слово для вас. Мама, это слово для твоего ребенка, для твоей дочери. Жена, это слово для твоего мужа. Дедушка, это слово для твоего внука. Во имя Иисуса Христа. Поэтому начинайте славить Господа. Говорите, Господи, я благодарен тебе. Может быть, в моей ночи, в моей тьме, но сияет твой свет. Просто так говорите Господу. Сияет твой свет. Я вижу лучи восходящего солнца и исцеление в его лучах. Это для вас. Это для вас. Нечего консервировать в себе чувства. Да. Знаете, мы, славяне, более такие скованные в этом отношении. Но если ты один на один, если ты один на один, и ты знаешь, что тебя и сосед не осудит, и соседка не осудит, и служитель не приткнется. Ты один просто дома. Никто не видит. Но Господь видит. Начни славить его. Просто открой свои уста. Раскрепости свои уста. Открой широко. Скажи, Господи, славлю тебя. Подними руку свою к небу. Или к потолку. К небу подними руку. Можешь даже подпрыгнуть на твою. Никто тебя не осудит. Служителя нету. Ты один в твоей комнате. Скажи, Господи, благодарю тебя. Осана Всевышнего. Сидержителю слава. Сидержителю хвала. Поклонение Богу великому, святому, обитающему во свете не приступ, но Духом Святым во мне пребываешь. Так же начни говорить. Аллилуйя. Аллилуйя. Это важный секрет. Жив Господь. Пастор Юрий, просто Дух Святой через тебя говорит. Я это испытал в своей жизни. Это на основании Слова Божьего. Обычно нам легко благословлять, благодарить Бога, если у нас уже что-то есть, ответ мы имеем. Нам легко это делать. Но как важно посреди ночи, посреди трудностей, посреди, казалось бы, безвыходной ситуации благословлять Господа. Господь говорит, что Он обитает среди словословия своего народа. Не просто Его присутствие, но Его сила является. Когда мы посреди трудностей, посреди таких безвыходных ситуаций, мы не ропщим, мы не только говорим, Боже, дай, 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 Боже, только просим и просим, но мы благословляем Бога, мы превозносим, мы величаем Его Святое Имя. И вот это Его сердце, это очень угодно. Когда мы это делаем, тогда Его сила приходит, Его свет приходит, вера приходит, исполнение Духом Святым приходит, мир Божий в сердце приходит, покой Божий приходит в сердце. Нам легко встает, уходит тьма, приходит сила свыше, потому что мы благословляем Бога, мы превозносим Его имя, великое Святое, сидящего на троне, высоком и превознесенном. И Он один, достойный славы. Мы видим, так мужи Божьи делали, Даниил, написано три раза в день, в Ветхом Завете, приклинял колени, молился своему Богу. И что еще делать? Слава словил Его, слава словил. Слова говорил, не в мыслях, не в мыслях, друзья, не по настроению. Иногда люди так говорят, ну как я буду богословить? Меня настроения нету, мне так трудно, мне не хочется. Друзья, нельзя жить по настроению. Слово Божие призывает нас это делать, особенно Божьих детей, которые познали Господу, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Его благословляли. Псалмопевец говорит, благословлю Господа во всякое время, во всякое время. Написано, псалмопевец говорит, что я в полночь вставал славословить Тебя, в полночь проснулся славословить Бога, во всякое время. Да, трудно, да, настроения нету, да, но независимо как я чувствую, независимо какое настроение, какие обстоятельства, я благословляю Бога, я прославляю Его. Он там, где вы есть, он не где-то там, и эти слова просто в воздух уходят. Он там, возле вас, ближе, чем ваше дыхание. И когда вы Его славите, когда вы Его благословляете для Божьего сердца, это как чистое золото. Это ему приятно очень. Он достоин один этого. И там, где это происходит, приходит Его сила, как сила, и апостол Павел написано, в тюрьме, в полночи, побитые, ноги закованные в колоду, казалось бы, только оплакивать, на раны смысл смотреть. Боже, где ты? Мы же пришли проповедовать, нас здесь побили, нас в тюрьму посадили, роптать, недовольствовать. Жаловаться, как люди часто это делают. Нет! Они не жаловались, они не говорили, Боже, ты что заснул, что ты нас не избавил, что нас это упустило. Они понимали, что праведники проходят трудности, но богославили, скованные там в этих колодах, благословляли Бога, и землетрощение пришло, сила Божья пришла, друзья. Бог потрясет ваши обстоятельства, потрясет ситуацию семейную, когда мы не будем просто уста на замке держать, потому что дьявол многим крестьянам, он знает, сатана, что секрет большой есть в прославлении Господа, в возвеличении Господа, и он пытается убедить христиан, ну какая разница, один раз в день сказал, слава Богу, хватит для Бога. Или раз в воскресенье, в богослужении. А зачем? А что Богу надо? Много раз говорит, в воскресенье пойду в церковь, скажу ему, слава Бога. Нет! Давид говорит, каждый день буду умножать, буду славить, буду в полночь вставать, буду благословлять, славословить имя твое. А зачем, Давид, что ты мало уже, напрославлялся Бога? Ну вот именно причина, я верю, почему в жизни Давида так много было Божьей силы, Божьей славы, Божьих чудес, потому что он знал эти духовные секреты. И дьявол знает, он хочет закрыть уста на зипр, на змеечку, закрыть христианину, и все. Молчи. Один раз сказал, слава Богу, хватит. Хватит ли? Не хватит. Много этого делай. Умножай. Просто вырабатывай в себе привычку. Слава Господа, благословляй Господа, посреди трудностей, посреди испытаний. И вы увидите Божью силу. Аллилуйя. Жив Господь. Жив Господь и живо душа. Ты знаешь, на прошлой неделе попало мне свидетельство Рот Парсли. Ты, наверное, не слышал? Слышал. И мы смотрели с женой, наверное, не менее 30-40 минут его свидетельства. Что с ним произошло? Рак горла. И он рассказывал, что врачи сказали, что голос потеряешь. Говорит, если начнешь еще химотерапию, огромный процент, 90 там или сколько процентов, что после химотерапии голос у тебя не восстановится. И он говорит, я начал плакать и молиться. Господи, этот голос на протяжении 35-40 лет проповедовал Евангелие. Этот голос учил народ. Этот голос запрещал. Этот голос повелевал. Этот голос славил тебя. И дьявол сказал, что этому голосу пришел конец. Да не будет этого. И он рассказывал, как он в вере стоит. Аллилуйя. Как родственники стояли. Как церковь молилась. Как служители такой круговой порукой взяли. И то, что врачи сказали, что если придет постепенное восстановление после операции, после химокакой-то терапии, это возьмет 9-10 месяцев минимум. Через месяц он возвратился в церковь и говорил первую проповедь. Аллилуйя. И врачи, говорит, разводят руками. Вот это да. Он говорит, это Бог меня исцелил. И он исповедовал. Он говорил слово. Он исповедовал это слово исцеление, обетование. То есть, и настолько вот его свидетельство, когда он с дочерью как раз на программе об этом беседовал, настолько оно вдохновило лично меня. Когда мы смотрели это, думаем, действительно, это здорово. Здорово. Но важно, друзья, вот то, что пастор Юрий Пример сказал. За свое исцеление нужно бороться. Ну, с одной стороны, кажется, ну, Бог же, он же исцеляет. Что я могу сделать? Да, Бог исцеляет. Но есть по-английски такое выражение fight of faith. Есть сражение веры. То есть, для того, чтобы верить, для того, чтобы стоять в вере, нужно каждый день противостоять неверию, противостоять страху. Исповедовать Слово Божие, что мы говорили ранее. Работать на свою духовную жизнь, славить Господа. Это есть труд определенный. То есть, не так, что а если он хочет, если его воля есть, он меня исцелит. А я возле телевизора сижу, там на интернете, на фейсбуке, там газеты читаю, там такая жизнь расслабленная. Нет. Нужно сказать бороться. Да, это Бог дает, Бог даром дает. Но есть с нашей стороны, чтобы восхитить. Написано, Царство Божие усилием берется. И употребляющие усилия восхищают его. Поэтому пусть вам Бог побожет. Сказать, отвоевать. Там, где враг пытается украсть, отвоевать. От именем Господа, верую, силой Божией, те территории, которые дьявол хочет повредить в нашей жизни. Шеф Господь. Тревожилось мое сердце, пастор. Не знаю, стала ли это новость достоянием общественности, но, по крайней мере, она мне попала. В Детройте несколько человек проповедников вышли на улицу проповедовать Ивангель. Знаешь, что произошло? Не знаю. Детройт – самый густонаселенный штат и город Америки. Преступность. Нет, нет, нет. Там, где живут мусульмане. То есть, там те, которые поклоняются, поклонники ислама, скажем. И начали забрасывать камнями, бутылками и всякими вещами этих проповедников на улице. В Америке? В Америке. В Америке. В Пакистане еще не доходит. В Пакистане, в Сирии, это в Америке. Это в Америке. Это вообще... Вот президент повод дает. Подошли полицаи и сказали, по причине того, что эта территория ислама в Детройте, вы не имеете права проповедовать на улице. И убрали их с улицы. В Америке такое происходит. В Америке, чтобы либеральная медиа промолчала, ни слова нигде не сказали. А они мусульман быстрее защитят, чем христиан. Защитят. И я думаю... Сказал Билли Грейм. Билли Грейм сказал. Дедушка Билли Грейм. Ну, по крайней мере, говорят, что это его высказывание о том, что христиане должны приготовиться к преследованию в Америке. Да. Это вот на прошлой неделе, это его слова. Христиане должны приготовиться к преследованию. Как никогда, пастор, я в размышлении об этом, как никогда церковь должна быть сильна, она должна быть непоколебима, неделима церковь должна быть. Церковь настолько должна быть объединена, служителя должно настолько в унисон и друг с другом, и с Духом Святым работать, и воинствовать, потому что то, что происходит всякая истина параллельна, всякая истина. То, что происходит в физическом мире, оно материализуется, и наоборот, то, что в Духовном произошло, оно материализуется в физическом мире. Если город Детройт и церковь Детройта позволила исламизировать некогда настолько благословенный пробужденный штат, где пробудительное собрание там десятки тысяч калились, десятки тысяч приходили калились, на сегодняшний момент ты выйдешь на улицу Детройта, и тебя побивают камнями поклонники ислама. Уму непостижимо. Уму непостижимо. То есть, друзья, мы живем в такое тревожное время, в особое время, в особое время. То, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Европе, в самом центре Европы. То есть, происходят аномалии, происходят вот такие всякие потрясения. Идет шифт, идет сдвиг миллионов людей с одного места в другое место. То есть, совершается вот какая-то такая непонятная рокировка, когда мусульмане заполняют Европу. И мусульманизация. Когда лишают жизни отсечением головы наших христиан. Я имел такую, каюсь в прямом эфире, исповедуйте. Я имел по отношению к египетским коптам, я имел, знаешь, какое отношение? Ну, это религия. Это религия, они там позволяют себе коптить. Думаю, там это просто религия. Там традиции они оставили, когда вот это фемиам по церкви бегают. И я где-то так думал, какие-то похожи на ортодокса из стран на Санге, так как ортодоксально позволяется. Но когда я узнал, что около сотни, около сотни коптских христиан, около сотни, там не помню, 92 или 94 коптских христиан, когда Айсис, когда эти исламисты, радикальные, потребовали отречения от Христа, и вы останетесь живы. И около сотни коптских христиан согласились умереть. Но не просто умереть, что с АК-47, с Калашникова застрелили, им резали на живую, резали голову. голову отрезают, голову резали. И я посмотрел, христианство сегодня особо подвержено огромной опасности. Это Павел много рассказывал, то, что он замечает на Ближнем Востоке, насколько, а если говорить за Сирию, а в Ираке что происходит, а в Иране что происходит, наши братья и сестры сидят в тюрмах, по-настоящему сидят в тюрмах. Они побиваемые камнями, по-настоящему. Им голову режут по-живую, по-настоящему, за имя Иисуса Христа. В наше время люди жизнь отдают. В наше время. Пастор Юрий, это одна сторона медали, но другая сторона, в чем я вижу опасность, что мусульмане, они настолько наступают, что некоторые христиане, они не выдерживают этой мусульманизации и начинают идти на компромисс с христианской истинную евангельскую веру. Я недавно слышал, как один известный пастор на весь мир, который на телевидении христианском, большая церковь, и он такое говорит, что, ну, мы христиане верим в Бога, а мусульмане Аллат, их не Бог, это тот же Бог, только разное название у нас. И он так сравнивал, что как бы это в того же Бога мы верим, и мы должны к мусульманам относиться как-то снисходительно. И уважаемый человек на телевидении, много людей по всему миру слушает, друзья, я лишь на него спринимаю такие вещи. Не спешите верить таким вещам. В наше время, уже в Америке, я сам видел, пастор за кафедру проповедует, и Библию держит, и рядом Коран стоит, и идет такое движение крислам, крислам, смесь христианства и мусульманства. Говорят, что мусульманам там много хорошего есть, много моральности. Друзья, не смотрите на моральность, да, есть и неверующие люди, погибшие моральные люди. Но ислам, Мухаммеда, тот их не пророк, это люди, которые во тьме, это люди, которые христиан убивают, это люди, которые вне спасения. Это водимые дьяволом Это абсолютно далеко от Бога. Это нельзя смешивать, это свет и тьма. И нужно прямо говорить, конкретно говорить, не размывать границы, не делать такую толерантность, нисходительность. Нет, это опасно, мы не верим, мы молимся, что Бог дал покаяние, Бог любит мусульман, Бог хочет спасти мусульман. Но в то же время, то, где они есть, их вера, это не что-то такое, то же самое почти. Это глубокое обольщение. Это глубокое обольщение. Большая часть земного шара, люди, которые находятся под этим обольщением. Ты знаешь, что сегодня в Германии произошло? Нет. На христианских новостях, я читал и смотрел, церковь, большая церковь в Германии, убрала кресты, убрала крест, они имели крест, как в наших церквах, протестантская церковь. Места из Библии поубирала полностью из здания, чтобы принять беженцев, мусульман, и чтобы они себя, как пастор сказал, я хочу, чтобы они чувствовали себя хорошо, и чтобы мы не ущемляли своей религией, их религию, ислам, и надо все это убрать, чтобы это не маячило перед их глазами. Безумие. Просто безумие. Это уму непостижимо. Это уму непостижимо. Забрали Библию из церкви, повыносили Библию, повыносили крест из церкви, вынесли крест. У вас есть в церкви крест? Ну, есть. Ну, есть. Не всем нравится. Ну, есть. Вот представь себе, что буддисты пришли в церковь, и ты, пастор, говоришь, так, мы крест уберем, чтобы буддистам было хорошо. Не дай Бог. Уму непостижимо. В свободной стране. В тюрьму не сажают, уму не отрызают. Сами делают. Это глубокое обольщение. Поэтому мораль нашей беседы какова. Друзья, действительно, церковь должна пробудиться. Церковь должна проснуться. Церковь должна воспрянуть. И не будем ждать, что это пойдет. Вот пастырь с кафедры объявит, но и мы начнем это тут, как после объявления. Оно должно быть где? Индивидуально. По домам. Не будем ждать, что станет Папа Римский, или патриарх Кирилл, и скажет, так, я объявляю через год, совершим молитву, там где-то 22 января. Друзья, по домам, по домам, по семьям, индивидуально, искать Господа личностно. Аллилуйя. Личностно. Потому что мы будем думать, что придет пробуждение, и я буду в этом пробуждении, и тогда Господь придет, и всех пробуждений заберет. Оно же так не будет. Оно же так не будет. История последних недель показывает, что Господь забирает молодых, готовых, не готовых. Кто-то утонул, катастрофа. Кто-то на машине разбился, катастрофа. Хард атак, 42 года, катастрофа. Готов, не готов, один Господь, и Он знает, насколько мы должны быть, и ходить в пробуждении, индивидуально. Глава семьи должен индивидуально работать в своей семье. Не ждать, что с кафедрой объявят, молиться за детей, он начнет молиться. Он должен личностно, точно так, как жена за мужа, точно так, как дедушка за внука. То есть, друзья, мы должны ходить в пробуждении. Пастор, мне показывают, осталось несколько минут. В тебе есть 2 минуты, 2,5. От Духа Святого вот твой телеобъектив. Друзья, я вижу, просто Господь направляет эту телепередачу в правильном русле. Как важно нам среди отступления такого, может быть, массового, даже христиан. Иисус сказал, что в последнее время один из признаков, что многие придут под Моим именем, многие лжепророки восстанут, прельстят многих, многого ветра учений. Как важно для нас сегодня, я на это же самое ударение делаю, индивидуальную. Не кто-то где-то, может быть, как-то меня захватит, но лично я, вопрос спасения бессмертных душ, вопрос освящения, вопрос моего бодрствования, серьезно относиться к своей духовной жизни, бодрствовать, молиться, делать более твердым наши звания и избрания. Друзья, это так важно, потому что написано, что многих прельстят. Придет такое охлаждение, придет такое отступление. Люди, как будто в последнее время, это так будет, перед пришествием Креста, имеют вид благочестия, как будто и в Бога верят, говорят, что Бога любят, а живут по плоти, удалились от Бога, дали место греху в своей жизни и думают, что спасутся. Друзья, это обман. спасение наших бессмертных душ, это очень ответственно, это очень серьезно. Пусть вам Бог поможет в это время, когда тьма сгущается, дьявол действует в сильной ярости, бодрствовать, молиться, приближаться к Богу, быть сильными, действовать во имя Бога, для Бога, быть светильниками в этом темном мире и являть Божью силу и славу в нашей жизни. Пастор, я благодарю тебя искренне. Слава Господу. Мы будем проводить с тобой, продолжать эфиры. очень. Слава Господу. Жив Господь. Друзья, мы беседовали, вы были с нами, вы услышали. Бог да благослови вас. Стойте в этом, продолжайте в этом, любите Господа, читайте Его Слово, исполняйтесь Его Духом, и Бог мира будет с вами. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословены. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.